Мы будем ради Пречистости и Матрии всех святых, помилуй нас, благослови наши занятия, прибудь с нами, и Слово Твое всели в сердца наши, да будь на всю Твоя святая мурица, слава Тебя, и Святой Дух, аминь. Садись, Ребята, что ты. Так, с вашего разрешения немного подбеседать, что-то я не вижу, кого-то не хватает. Дроботов? Дроботов нет, сегодня только Янафа, она видимо зашла в храм. Никого нету, да? Нет, одна только. Ну давай я сюда. Это надо. Гликерия, Гликерия, сиди, Гликерия, не отвлекай никого. Тут вот лежат открытки, потом посмотрите, какие надо, с надписями божественными. Их только не путать. Каждая вот это лежит, это как пащ. Вот одна лежит, там вторая падение, точно такая же, их разложили. И потом сами себе возьмите, какие надо вам. Так, я сегодня немного хотел вам сказать об одном грехе ложь. О лжи. Пока не отвлекайтесь никуда. Это очень распространенный порог. А почему? Потому что он непосредственно от дьявола. Что-то дьявол имитирует. То есть перенимает от людей, от верующих. А это вот прямо он сам, отец лжи. Самая маленькая неправда, а то уже бесенок в рот залез. Дух лжи входит в человека. Так написано. И он вошел в устав, непонятно как. Один дух вошел в устав всех лжепороков. Один его всех. А в другом месте в одном целый легион. То есть мы считать то считаем, а объяснить никак нельзя. Лгать никак нельзя. Был такой доктор Гаас. Очень умный человек. Много добра делал. И он с детьми разговаривал. Учил их божественного. И на коробку вставил свою. И показывал. Вот это верхний бог. Понимаете, это называется палец такой. Ну показывал, как он все зажимает и все. Вот это люби папу там, с тятю своего. Учись хорошо. А вот это, всегда говорил, не лги. Мазинщик брал и говорил, никогда не лги. Никому, ни в школе, ни родителям, ни друг другу. Это очень опасный грех. Вот два человека. Один врет, а другой ворует. А какой лучше? Да оба они в ад пойдут. Но вор лучше. Он вор. Я заметил, он ворует. Я мешки закрыл. Их туда больше не пускаю. И больше они у меня компоты и сахара не цаскают. А лжец он на каждом шагу. А мне сказали так. Или я это видел, он лжет. Это лжец-свидетель. Он написал, не будь лжец-свидетелем. Вы греха этого бойтесь. И помогайте друг другу. Ты это видел? Не видел. А зачем так переносишь? Вот они у нас какие-то еще пришли. Вот сюда садитесь рядышком. Вот Агафья и Акилина. Какие имена Бог дает у нас? Агафья и Акилина. Во славу Божию. Слушайте, что я говорю. Никогда не лгать. Агафья она тоже это понимает. Неправду говорить нельзя. Ты можешь за этой стороной зайти и тут. Только правду говорить. И дети это понимают. Что неправда это нехорошо. В картинку показывает. Родители приходят, а люстра разбита. А они прям в дверях. А это не мы. Она сама упала. Родители только с работы пришли. Они прям в ноги бросаются. Она сама упала. Ну как она упала-то сама? Ясное дело, что все-таки дали, задели и разбилась. Никогда. Потому что у лжеца и лицо другое. Оно кривое делается. Вам Бог дал красоту такую. Ну все есть. И дальше человек начинает кривляться. Прячется внутри его безобразие. Я встречался с людьми. А почему встречался? Потому что в нашей семье, у нас семья была большая. 10 ребятишек в семье у нас. Самая большая семья в деревне была. Пять ребят и пять девчат. И старший, он на 5 лет старше меня был Самуил. И он лгал. Ему даже нужды нет. Обманет отца, мать. А мать по мне узнавала. Я брата этого любил. Я, как говорится, обожал. Он все умел делать. А я еще не умел делать. Он все изобретал. Лыжи сделает. Магнитофон сам делал. Радио проведет. Я по сегодняшний день это не умею делать. Я благоговел перед ним. А он говорит. Мама смотрит на него. А он говорит. Нет. Не брал. А он взял это. Взял и съел. Сырчики называются. С отметаной творожники. А во время поста. А на меня мать смотрит. А у меня вот так слезы текут. Я не могу сказать. Потому что он мне брат. Я вижу, что он лжет. Я стою. А мне лет пять было. И мать по мне определяла. Врет он или не врет. А они курили. Но мать узнала. Но чтобы я не сказал. Они меня двоем братом. Двоем повалили. Папироску мне в рот сунули. Нос зажали. А я дышать. Ты дыхнул. Все. Теперь ты не расскажешь. Ты тоже курил. Я думаю. Да. То есть на ребятишки. И он. Что он. Он вырос неверующим. Совершенно неверующим. Греха никакого не признавал. Делал, что ему хотелось. Поэтому в ребенке ложь всякая должна истребляться. Ну в лагере знаете. У нас наказание есть. Которые ребятишки там матерились. Его ударили. Я его заведу отдельно крапивой. Так. Но если он лжет. Вот. Я его накажу во много раз больше. А бывает так. Что сделал. Он сам бежит. Я вот это сделал. Я его все равно накажу. Ну. Как говорится так. Условно. Зайду. Побеседую. Там. Крапивой по ноге сам себя стукну. Чтобы. Другие это слышали. Будто его наказали где-то. А ты. Я говорю. С рюнями то покажи. Что ты плакал. Это тоже как бы неправда. Но. Это соответствует тому. Он никому ничего не сказал. Поэтому. Вы сегодня будете молиться. Да. И каждый раз. Молитесь об этом. Духа лжи. Не допусти до нас. А если где-то сказали. Подойдите. Попросите прощения. Духа лжи. Изгони от нас. Начинается со лжи. А кто дьявол. Он в раю подошел к Еве с Адамом. Бог сказал. О дерево. Которое вкусишь. Познание добра. Смертью умрешь. А дьявол. Нет. Не умрешь. Будете как боги. А какие боги. Когда они умерли. Они стали как черви люди. Они сотлели. Умерли. Он обманул. Почему он дьявол. Дьявол означает клеветник. Дьявол по-гречески. Обманщик. А сатана означает противник. Когда человек противится истине. Это сатана. Сатана. И когда Петр начал противиться Христу. Он прямо Петру говорит. Отойди от меня сатана. Мы не должны это говорить. А мы не знаем как. Но Писание. Святая Библия об этом нам говорит. Нигде и никогда. Если один другом заметите. Он солгал. Подождите скажи. Как же так. Давай помолимся. Чтобы этого не было. От лжи очень много вреда. Вот вероломно напала Германия. Сколько беда было. А советские там по своему хотели. Тоже лгали. Все лгали. У верующих. Ложь даже не именуется. Почему? У нас молитва есть. Мы молимся. Избави нас от лукавого. А лукавый лжец. Ибо он человеку убийца и лжец. И нет в нем истины. Когда говорит ложь. Говорит свое. Это его. И когда ты начинаешь лгать. Ты как будто пришел к нему. И он говорит. Я тебя научу лгать. У тебя все будет хорошо. Тебя будут верить. А лгуну никогда не верят люди. Он клянется. Да я клянусь. И не клянись. Он не верит. Но два-три раза. Мальчишка один. Понравилось что к нему прибегают. Он пас. Овечек-то. И кричит. Волки, волки. А рядом косили. Траву прибежали мужики. А никого нет. А ему интересно как люди бегут с костами. Он второй раз. Второй раз прибежали. Но не поняли что он лжет. И третий раз. Когда волки пришли. Он кричит. А уже никто не пошел. И волки дерут овечек. Он кричит. Волки овечек дерут. А все говорят. Он балуется. Он врет. Он никогда правду не говорит. И когда человеки скажут лгун или лгунишка. Это очень серьезное обвинение. Лжец в царствие Божие не наследует. Лжец ни один в царствие Божие не войдет. Не войдет. Даже сравнивая вора со лжецом. То лжец хуже. Потому что он один раз обворовал тебя. Доверие вызвал. Второй раз. А лжет почему? Потому что не по Евангелию. Если вы в храме были. Вы скажете. Да в храме. Пришли. Вообще вы занимались. Если ты читал Библию. Ты скажешь. Считали Библию. Убирали в комнате. Катались в горке. Тебе не стыдно сказать. А если делал другое. Начинает человек скрывать. Обман. Обман в семьях. Если ты лжешь. Вы вырастите. Замуж выйдете. И лганюшка будет муж. Будет обманывать. Разводы будут. Убийства. Не допускать этого. Вот. Живут. Ну и видно. Что. Мужчина то хороший. А женщина такая. Прям ленивая. Ну. Совсем не такая. И спрашивает. А почему у тебя муж то такой? Потому что я молилась. Чтобы мне мужа хорошего Бог дал. Дал. А он был не верующий. Не молился. Поэтому я ему такая досталась. Какая есть. Он не молился. А если бы он молился. То он дал бы невесту вот такую. Которая верит в Бога. Красавицы такие. Так. Ну вот все. С Богом. Мизинщик. Мизинщик. Как только увидите. Мизинщик. Не лгать. Никогда не лгать. Мизинщик. Мизинщик. Сейчас принесу книжечку. Почитаю. Не ходи. Не бегай. Посиди минуточку. Может с кого то какой то речь есть. Может что то за неделю интересное произошло. Где то благовествовали. Кому то что то сказали. Своих. В школе. Вы читали? Не читали? Какую то книжечку нет? Не читали. А ты читала. Умница. Читает она умеет. Не читала. Книга называется. Безместный целитель двадцатого века. Житие святителя Луки Крымского. Война Есенецкого. Видимо он был доктор. Сейчас мы узнаем у него. Здравствуй мой юный читатель. Мы не знакомы. Я не знаю как ты живешь. Чем интересуешься. Но хочется верить что тебя окружают добрые и близкие тебе люди. Мама и папа. Братья и сестры. У тебя есть друзья с которыми ты ходишь в школу. Играешь на улице. Но если ты одинок. Не печалься. Я расскажу тебе о жизни очень доброго и всеми любимого человека. Который станет тебе старшим другом и покровителем в этой жизни. Его зовут Святой Лука. А кого вы знаете с именем Лука? Кроме вот этого доктора который мы читаем. Ну руку поднимаем. Кого вы знаете с именем Лука? Подожди. 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 На вкус маленький. Оля, знаешь кого-нибудь с именем Лука? Не подсказывай. Знаешь кого-нибудь? Может у тебя знакомый есть? У кого есть? Агня, а кого-нибудь знаешь с именем Лука? Ну из Библии что? Громче только скажи. А? Лука. Ну кто там такой Лука? Из Библии Лука. Что он сделал? Кто-нибудь знает? Ну давайте взрослые. Евангелист. Евангелист. Евангелист Лука. У нас четыре Евангелия. Ой позор. Ну давайте тогда. А каких вы знаете Евангелистов? Руку поднимаем. Матфей. Матфей. Лилия. Март. Иоанн. Иоанн. И четвертый поле. Только что назвали. Лука. Как мы вот сейчас книжечку будем считать? Как ее? Этим. Этим. Не надо снять. Тарас. Лука. Четыре Евангелиста. Мы однажды. Леонида была с папой у врача. И он рассказывал, что он сына назвал Лука. Вот так необычно. Сын уже взрослый. Он тоже стал доктором. В Китае где-то учится и работает. И говорит. Папа, так хорошо, что ты меня назвал Лука. Не Сережа, не Вася. Там единственный Лука, наверное, в Китае. Что он в лагере? Там мы каждый раз напоминаем. Евангелиста перечисляем. И вы не помните. Вот запомните. А я еще в лагере не помню. Не помню. Вот просись у родителей. Ты скажешь, что это очень редкое имя. И среди тех, кто живет рядом с тобой, нет человека с таким именем. Ведь правда же нету? В классе ни одного Луки нету. Это правда. Как истинная правда и то, что среди нас нет и похожих на него. Имя Лука он получил в честь святого апостола Луки, врача и художника-иконописца, современника Господа нашего Иисуса Христа, который рассказал о жизни нашего Спасителя. 27 апреля 1877 года в городе Керчи в семье аптекаря родился мальчик. При крещении молодец и нарекли Валентином, что значит сильный, крепкий, в честь священного мученика Валентина Интирамского, получившего от Господа дар врачевания и ставшего затем священником. Как и его небесный покровитель, Валентин станет врачом, а потом и священнослужителем. В семье, кроме мальчика, было еще четверо детей, две дочери и два сына. То есть он был пятым, по всей видимости, получается. Сейчас даже никто у кого в семье пятеро деток. С детства будущий святитель ничем не отличался от большинства сверстников. Не было и особой веры в Бога. Но в дни, когда выносили плащаницу, он вместе с семьей приходил в храм для поклонения. Не пропускал пасхальную утренню. Всегда помнил свою маму, усердно молящийся дома. Очень набожный был отец Валентина. Вот это вот изображение, по всей видимости, самого мальчика Валентина. С детских лет мальчик очень любил рисовать. Кто из вас любит рисовать? Лера, да? Все любят рисовать. Я с Лерой в одну художку ходила. Она ходила к галене Борисовой. Теперь она рисует другого, а я стала ходить к галене Борисовой. Молодец. Видите, у вас такие же предпочтения к рисованию, как у этого мальчика Валентина. Еще, учащийся в гимназии, он окончил Киевскую художественную школу и участвовал в выставке с картинкой, изображающей старика нищего с протянутой рукой. Киев – это столица... Кто знает Киев? Чья это столица? Украина. Правильно. Это столица Украины. То есть был мальчик в Киеве. Окончил даже Киевскую художественную школу. Внимание юного художника привлекали богомольцы. Стекавшиеся в Киево-Печерскую лавру за тысячи верст. Киево-Печерская лавра – это прям такой комплекс монастырей, храмов. Большой-большой. Вот это лавра у них есть в Киеве. Изображая их на холсте, юноша размышлял о том, зачем люди посещают святые места и совершают молитву. В будущем он станет писать иконы для храма. Было у Валентина еще одно устремление – любовь к чтению. Кто любит читать? Левя руку можешь поднимать и дальше читать, читать. Если вы будете любить читать, вы многое узнаете, даже того, что в школе не преподают. Вы сможете самообразованием заниматься. А я еще не быстро читаю, я только не понял. Не обязательно читать быстро, можно медленно и внятно. По старому доброму обычаю выпускник гимназии вместе с аттестатом получил Новый Завет. Вот представьте, да, награждают вам аттестатом об образовании 9-11 класс и еще дают Новый Завет. Сейчас такого нет. И я заканчивала школу. Нет, у дяди Володи у тебя было? У дяди Володи не было. А раньше было такое. Получали Новый Завет. Эта книга рассказывает о рождении, жизни и страданиях Иисуса Христа. О его смерти на кресте и о славном воскресении из мертвых. Тихонечко, спокойненько сидим. С большим усердием Валентин перечитывал ее страницы. Сильное впечатление на него произвело то место, где рассказывается, как однажды Господь, проходя со своими учениками через поле и указывая на колосье пшеницы, с горечью говорит, что созрела жатва, а убирать некому. Ученики в недоумении спросили Христа, почему некому убирать пшеницу. Именно тогда у Валентина и дрогнуло сердце. Неужели, Господи, у Тебя мало делателей? Вот мы в Слове Божьем, возможно, вы и слышали. Есть такое понятие рождение свыше, когда человек уверовал. Это не то, что мы ходим в храм, посмотрели на иконы, помолились. Это вера от слышания, слышание Слова Божия. У Валентина произошло именно это. Он уверовал. Видите, его сердце дрогнуло, как написано в этой книге, от слышания слов Евангелия. А у кого такое было из вас? Было, когда читаешь, и вот как-то вот горячо на сердце стало, прям вот к тебе вот эти слова. Видите, он эти слова отнес прям к себе. Ну неужели, Господи, у Тебя мало делателей? Какое-нибудь место из Писания тронуло ваше сердце вот так? Или еще не было такого? Когда вы читали о том, что Иисус умер на кресте. Вот видите, такое вот есть у Полечки. Ну дай Бог, чтобы у вас когда-то это чувство было. Потому что вера это дар Божий. Это не просто ходить. Пока вы ходите, потому что мы вас водим. А потом вы будете делать свой выбор. Вообще даже ходить в храм или не ходить. Дай Бог, чтобы, конечно, у вас чувства вот эти остались. И, возможно, Господь по усердию вашему даст вам веру. Графишка, ты сейчас лохнешь. Иди сюда. Сиди рядом со мной. Не болтай ножками. Смотри. Смотри вот туда в картину. Эти слова глубоко запали в юную душу и оказались первым призывом на служение Богу. Пройдет совсем немного времени, и Валентин вместе с другими станет этим делателем и будет, как добрый сеятель, сеять зерна православной веры в наши души и сердца, учесть нас благочестивой жизни по заповедям Божьим. То есть он впоследствии станет священнослужителем, как отец Аким, батюшка наш. Понятно? Понятно? Все, сейчас помним о дисциплине в храме. Мы не ходим никуда. Мы встали спокойно и молимся. А когда будет проповедь, вы присядете. Вас позовут, и вы присядете. Всем понятно? Елена, понятно? Коля, тебе понятно? В храме молимся, не ходим, не бродим. Песня. 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 Песня.